ОЧАКОВ ТВ представляет Пока нет, жду, сейчас думаю наступит этот момент уже в скорости Уже в скорости Вот-вот, во всяком случае бумагу, ручки уже приготовил Ну да, ну да Слушайте, кстати, тогда мы с вами долго беседовали И наша беседа с вами понравилась людям Ну а почему нет? Потому что, во-первых, вы слушали, да То есть вы там не вели себя похабно Вот, плюс у вас голос такой дикторский То есть люди, так сказать, не были согласны с вашей точкой зрения, конечно Но сама беседа по себе понравилась Вы знаете, я вам могу ответить тем же И когда вот мне... Я же могу сказать, что вот тогда это был буквально мой второй-третий день в рулетке И подсел, и подсел Я могу сказать, что ответить вам взаимностью Что вот настолько Собеседника Компетентного Мне редко удается встречать Ну, конечно Тяжеловато вас переговорить, когда вы начинаете говорить Но я и не пытаюсь, это не мой конек А так, да, беседа оставила у меня тоже благоприятное такое впечатление Слушайте, я вот... Ну, я помню так Общую, так сказать, основу Вашего Понимания происходящей ситуации на тот момент Но мы с вами разговаривали Это было полгода назад точно, да, не меньше Значит, это было месяца два назад, потому что... Я... Подождите, подождите Я вам абсолютно точно скажу Месяца два назад, потому что Три месяца назад Я еще не знал вообще, что такое Ютуб и чат-рулет Это абсолютно точно Это у меня уже сентябрь вот так где-то ворвался То есть, два месяца назад, берите так Просто время летит Нет, 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 не два месяца назад Это было намного раньше, но не важно Не будем об этом спорить Окей, я не думаю, что это принципиально важно Да, это не принципиально важно Я хотел у вас узнать Вот за вот эти последние месяцы, да, несколько месяцев, что мы с вами не виделись Поменялось ли у вас общее впечатление? Потому что, насколько я помню Поправьте меня, если я ошибаюсь Вы говорили, что все идет по плану Россия выиграет Все будет для России хорошо У вас ничего не поменялось в ваш взглядах? Слушайте, не поменялось Единственное что Вряд ли я мог сказать, что все идет по плану Мне эти планы, к сожалению, неведомы А может, к счастью, неведомы Вот это не моя фраза Все идет по плану Я не знаю, какие планы А в том, что Россия выиграет Ну, как бы Без этого никак У меня, да, сохранилось такое впечатление В чем будет заключаться выигрыш России? Как вы его видите? Я вижу выигрыш России в смене киевского режима Ну, а кто будет менять киевский режим? И каким образом? Слушайте, я не знаю, как это будет выглядеть То ли это будет Майдан Ну, как у вас, в общем-то, привычно Или это будут выборы какие-то досрочные Но каким-то образом вот это произойдет А если не будет досрочных выборов, тогда что? Тогда Майдан Ну, а на каком основании? Ведь на сегодняшний день Нет никакой революционной ситуации Наоборот, народ сплотился Сплотился вокруг существующего президента Перед лицом борьбы с врагом Консолидация общества, конечно Она неминуема в таких ситуациях Ну да Это бесспорно Но знаете, вот как я себе говорю Вот как оно может закончиться Вот вроде бы такая вот вражда Вот так, вот так, вот так И я себя не то что утешаю Но для себя вижу вот такую историческую аналогию С маем 45-го Когда вдруг все раз и стали антифашистами А вчера из каждого окна стреляли И там фолькштурм, Гитлер-Юген И малые старые с фаустпатронами А сегодня раз И все, оказывается, были против Только боялись сказать И так далее, и так далее Я себе вижу завершение ситуации Именно вот таким образом Вы думаете, что в России тоже наступит прозрение Они скажут, да, мы согласны, что мы были фашистами И мы сейчас переходим на сторону добра Вы думаете, смогут это россияне до этого, до России Или все-таки нет? Нет Я говорил про Я тоже думаю, не смогут Поэтому я говорил про Украину Я надеялся, что там произойдет это Не, ну в Украине, вы же понимаете Смешно говорить такие вещи Почему? Ну, смотрите В Германии тоже смешно было В 44-м году в Германии было смешно Ну, хорошо В 43-м еще смешнее Хорошо, вы можете объяснить, почему На каком основании Какие предпосылки Вот конкретно вы видите Для того, чтобы вдруг В Украине начало меняться Тем более революционным путем власть Почему? Вы знаете, это называется Так вот, политологи называют Такая формулировка есть Холодильник победит телевизор Ага Ну, это про Россию говорят давно уже Ну, это говорят вообще Это применимо к любому государству К любой стране То есть, это можно говорить про любую страну Вот я думаю, что В Украине произойдет именно это Именно так, я думаю То есть, вы думаете, что Россия сумеет Истощить Украину настолько Что люди скажут Хватит нам пустых холодильников Мы больше не хотим сидеть С перебоями свет, интернет Мы хотим жить в нормальных условиях Поэтому оставляем России территорию Которую она уже захватила Меняем власть И руку братской стране жмем И живем дальше Так вы себе представляете? К сожалению, я думаю, что до момента Руку жмем Должно все-таки пройти побольше времени А в принципе, да Вы нарисовали приблизительно Такую картину, как я вижу Причем еще, понимаете Дело в том, что Ваше экономическое благосостояние На сегодняшний день И военный потенциал Он минимальным образом Как мне кажется Зависит от самой Украины И если вот эта гиря на шее Станет еще кому-то Слишком, ну, уже тяжело нести Как чемодан без ручки Кинуть жалко, нести неудобно И я считаю, что когда Когда Спонсоры ваши сегодняшние Ну Поустанут от всего От этого происходящего Потому что Им тоже хочется Нормально жить Вот тогда Все оно пойдет Гораздо быстрее И, в общем-то Как бы Тому концу, который я сказал Я понял Ну, я с вами согласен Вы знаете Если, например Запад перестанет помогать Украине То Украине Ну, это затянется На вообще Бесконечное количество времени Я с вами согласен Но А с чего вы так думаете? Почему это может затянуться Если станет нечем воевать? Ну, не совсем так Чтобы совсем нечем воевать Вы же не можете себе такого представить Что Украине взяли И обрубили полностью И деньги, и вооружение И все остальное В конечном итоге Я думаю, так оно и будет Но не сразу, конечно Почему вы думаете, что так будет? Какие к этому вы видите предпосылки? Значит, предпосылки к этому Я вижу в следующем Что Еще вот как после ковида Знаете Есть такое мнение, что Война Война Долго идет Когда в стране идет экономический подъем Потому что война Это дело очень дорогое Когда Страна воюет Сама Сама И деньги идут на войну На фронт Это как-то объяснимо Это и народу объяснимо Ну, вообще это понятно А если Ты при своем В общем-то Пошатнувшемся Материальном Таком положении Должен слать деньги Куда-то Вот тут Возникают у людей Вопросы Неминуемо Возникают вопросы Слушай, а нам-то вообще Это надо А нам-то с этого чего И так далее И так далее Вот на сегодняшний день Я про Германию могу говорить Вот я могу говорить про Германию Потому что У меня куча родственников Живет Вообще интересуются этим вопросом Там есть две партии Ну, я имею в виду Из тех, которые Представлены в Бундестаге Это левая партия И АФД Которые, в общем-то В общем-то Они открытым текстом Говорят, что Надо с Россией Восстанавливать Экономические связи Надо торговать Нам самим Это от этого Всего хреново Значит, год назад Год назад Они были В районе 12-15% Но Но Это факт Такой неоспоримый Что действительно Экономика В Европе В частности В Германии Стала хуже И я думаю Что вот на этом На этом Эти партии Сумеют раскачать И привлечь К себе больше сторонников Они людям говорят То, что люди Хотят услышать Люди хотят Хорошо жить Люди Хотят хорошо жить Это нормальное Желание Среднего Европейца Который Привык В общем-то К такой Сытой Хорошей жизни И Борьба За какие-то Непонятные Интересы Материальная Борьба Денег давать На борьбу Это все равно Что воевать Экономически Я думаю Что просто Многим Это станет Поперек горла Со временем Я понял Вашу точку зрения Смотрите А вам не приходило Никогда в голову Что люди Которые Ну вот Ту же Германию Возьмем Да То есть Обычные Бюргеры Обыватели Да Вот Которые Вы правильно Скали Они хотят Хорошо жить И вы Наверное Вы правильно Скали Что они Немножко Стали Немножко Может быть Хуже Жить Не в связи Не в связи с тем Что они Помогают Украине Финансово Там Или Вооружением А больше Это связано С Ростом Цены на Нефть На газ Там И так далее Вот Это из-за Абсолютно Абсолютно Ничего Не сказано Ультранационалистическое общество Я сказал Не является А как тогда Вы меня перебиваете Вы меня перебиваете Я вам повторю еще раз Что я сказал Я сказал Моноэтническое общество Разнообразие этноса И наличие Ультра Национализма Или нацизма Это не слова Антонимы Они могут Идти параллельно Друг с другом Понимаете В этом ваша ошибка Национализм Он базируется Нет Не национализм Нет Не национализм Мы говорим Или в ультра Национализме А еще правильно Это называется Этно Национализм Это то что Любой национализм Этно Нет Не правда Ну как Откройте Откройте Википедию Почитайте Вы плаваете В теме Вы плаваете Подождите Нет Нет Не надо Нет Вы плаваете Давайте Как может быть Национализм не основанный на этносе. Что же это за националисты? Объясняю. Я не говорю, что национализм... Мы сейчас не говорим о том, на чем основан национализм. А я вам сейчас говорю, что название... Есть название национализм, есть название ультра-национализм, но более четкое название это этно-национализм. Через черточку, подождите, я не закончил. Этно-национализм, это масло масляное. Нет, откройте Википедию. Послушайте, вы мне не верите. Абсолютно с вами согласен. Будьте скептиком. Просто тупо откройте Википедию, российскую вашу, и прочтите, что такое национализм. Что такое этно-национализм. Потому что этно-национализм, это практически нацизм. А разница между национализмом и нацизмом огромная. Разница между национализмом и нацизмом? Да. Ну, наверное, присутствует. Я не скажу, что огромная, но присутствует. Огромная, огромная. Конечно, присутствует. Так вот, этно-национализм, это практически и есть нацизм. Это то, что присуще России сегодняшнего дня. А как? Как на национальной стране такое может быть? Какой этно? Какого этноса? Национализм называется этно-национализм. Этно-этно. Подразумевается, что базируется на этнических каких-то особенностях. Совершенно верно. Правильно? Совершенно верно. На каком этносе? На этносе российского человека. Это тоже этнос. Не хотел вас огорчать. Понимаете как? Смотрите, это очень условные все понятия. Смотрите, дайте я доскажу. Какой этно-российский? Можно я доскажу? Ну, давайте. Значит, смотрите. Нация. Нация, да? Нация. Ее можно назвать этносом. Нация. Даже если она многонациональная, ее тоже условно можно назвать этносом. В общем, в общем, в общем определении ее можно назвать этносом. В частном случае, подождите секундочку, в частном случае этнос имеется в виду более-не-менее обособленная группа людей, у которых более-не-менее один язык, живущих на более-менее определенной территории. Я с вами согласен. Но нацию в общем случае тоже можно назвать этносом. В вашем случае это этнос русского человека. Или в данном случае даже русского мира. Понимаете? И от этого определения ничего не поменяется. Русский мир. Мир. Не национальность. Русский мир. Я отделяю россиян от русских. Хорошо. А русский мир вообще отделяю от этих двух понятий. Все. Вы сами только что пришли. Что русский мир, это по-любому не национальная идея. Что, что это? Это не национальная идея. А какая? Ну, наверное, государственная какая-то. Совершенно верно. Она является национальной. Потому что спросите любого вашего бурята, любого вашего якута, они говорят, мы русские. Спросите ваших всех мордву. Спросите там, ну вы знаете, Эрзя там. Спросите, мы русские? Это состояние души. Совершенно верно. Так вот, в вашем случае это и есть этно-национализм. То есть, практически нацизм. Опять вы тут. Это то, что ваша сторона на сегодняшний день из себя представляет. Но нельзя, нельзя из-за политических каких-то убеждений человека причислять к какому-то этносу. Если у человека папа русский, он рождается русского этноса. Если у человека папа казах, он казах. Вот он, этнос. А вот это все русский мир, вот это все политика. Я понял, я понял. Смотрите, согласно вашим словам, согласно вашей мысли, из ваших слов следует, что многонациональное государство не может быть фашистским. Правильно я вас понял? Именно. Вот это ваше глубочайшее заблуждение. Докажите. Глубочайшее заблуждение. Потому что что такое фашио? Вас зомбировали и сплотили вокруг вашего... Вы знаете, как вашего президента называют? Не хочу ругаться. Вы поняли, да? Вот, вокруг него вас сплотили. Вас сплотили в пучок фашио. Вы в фашио. Вас сплотили в низовесе. Это бурят. Или это кадыровец. Я не говорю чеченец. Кадыровец, да? Или это башкир. Или это якут. Или это тувинец. Или это... Тунгус. Тунгус, сейчас скажем. Тунгус. Ну, тунгусов очень мало. Не будем их упоминать. Цуи. Но они тоже. И чукчей не будем упоминать. А я говорю про тех, кто массово сейчас идет, например, умирать в Украину. Ваших. И вот они все вместе, у них одна идея. Идея фашизма на сегодняшний день. И если вы откроете... Подождите, дайте я закончу мысль. Если вы откроете... Есть, например, 14 признаков фашизма. Есть 24. Если вы в совокупности их откроете... Вот это один, о котором вы спорите. Хорошо. Давайте предположим, что он... Подождите. Он главный. Кто вам сказал, что он главный? Это че? Я считаю так. Нет. Причем тут, что вы считаете? Ну, а как? Я же могу... Главные признаки, смотрите. Это отсутствие демократии. Это несменяемость власти. Это отсутствие политических свобод. Это ревизионизм и реваншизм. Вот главные признаки фашизма. Вот вы сейчас перечисляли, вы сейчас перечисляли. Ну, в общем-то, половина, половина, и к вам она относится ровно так же. Каким образом ревизионизм и реваншизм относятся к Украине? Я имел в виду в данном случае конкретно отсутствие политических свобод. Да? Да. Интересно. В Украине отсутствие политических свобод? Абсолютно. Люди собираются перед офисом президента, огромные демонстрации, кричат ему нелицеприятные эти. Их никто за это не сажает в тюрьму, как у вас. Стоп, 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 стоп. Я, мы с вами, удается нам с вами по фактам разговаривать? Давайте, давайте по фактам. Первый год, вот после, из последнего, так скажем, до начала СВО, митинги предпринимателей шли по всей Украине. Против кассовых аппаратов, что-то там, что-то там мутили. Что с ними в Киеве было? Не знаю, а что с ними было? Палками забили. Кто забил? Полиция. За что? За митинг. Да, просто за то, что человек вышел с плакатом, а палками забила полиция. Видимо. Приведите мне факт, давайте. Дайте мне видео. Нет, я вам сказал. Дайте мне доказательства. Нет, нет, вы сейчас говорите вранье полное. Подождите. Какое доказательство вы посчитаете? Ну, видео доказательства, давайте. Митинг предпринимателей в Киеве 21-й год? Да, где их бьют палками за то, что они просто вышли с какими-то плакатами. Давайте. А вы скажете, они не просто вышли? Нет, подождите. Так, чтобы было вещь, что они не нарушают общественный порядок. И за то, что они вышли с плакатом, их бьют палками. Покажите мне, давай. А вы эти митингом, это нарушение общественного порядка? Нет, конечно, это не нарушение общественного порядка. У вас в России это нарушение общественного порядка. В Украине, пожалуйста, выходите. Кстати, кстати, интересный факт. Интересный факт. По украинскому законодательству, так и каждый митинг, он должен согласовываться с администрациями. Когда? К какого года это введено? По-моему, это никогда и не отменялось. Хорошо. Вы знаете, я честно вам скажу, я не очень знаком с этим. Но я возьму на веру ваши слова. Кстати, подписчики, вот я к вам обращаюсь, напишите мне, соответствует ли это действительность. Но я, например, ни разу не видел и не слышал, чтобы в Украине люди подали. Мы хотим собраться там на площади незалежности. На Майдане незалежности мы хотим собраться по поводу такого-то. Ни разу не слышал, чтобы раз власть взяла и отменяла, как у вас. Говорила, нет, там ремонт, а там другой митинг и так далее, и так далее. Я такого никогда не слышал. Может, если другой митинг, это может быть серьезной причиной? Да, это может быть серьезной причиной, конечно. Но дело в том, что когда причина высасывается из пальца и надумывается, как у вас это делается, это сшито белыми нитками. В Украине я с таким случаем не знаком. Если вы мне можете привести этот пример хоть раз, приведите, я с удовольствием его послушаю. Значит, вот, но только вы меня не это самое, не будете банить, да? Вы же не опуститесь до этого. Что-что? Если я вам покажу видео, вы же не будете меня банить? Вы же не опускаетесь? Нет, ну, конечно, не буду. Значит, вот просто это восьмиминутный сюжет. Это восьмиминутный сюжет. Да. Это вот митинг предпринимателей в двадцать первом году в Киеве. Так, так, так. Покажите мне, где их бьют. Давайте. Покажите мне, где их бьют за то, что они просто мирно стоят с плакатами или идут. Давай. Ну, значит, чтобы вы понимали, вот мирно, то, что они мирно стоят. Ну, как мирно, вот. То есть, ничего необычного, да? Да, да, ничего необычного. Где их бьют? Покажите, где их бьют палками. Ну, я говорю, подождите. Да, 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 я жду, конечно. Вот, смотрите, начинается. Что там происходит? Да, покажите мне, где их, где бьют палками. Я хочу победить. Я не видел, там никто никого палками не бил. Слушайте. Я вам показываю, вы говорите, я не вижу. У меня, к сожалению, это... Покажите мне, где там бьют палками. Покажите, где палками бьют. Это же главное, о чем мы сейчас спор ведем. Вы сказали, что там бьют палками. За выход на мирный митинг. Без нарушения. Ну, это мирный митинг был. Подождите. Да, да. Из того, что я видел, да, я не видел там нарушения порядка ответственного. Совершенно верно. Покажите мне, где бьют палками. За это. Вот сейчас. Я вам показал стычку, вас это не удовлетворило. Сейчас найду что-то покруче. Меня не удовлетворило, потому что вы не показали подтверждение своих слов. Я вам показал просто, как толкаются пока. Да, совершенно верно. Ну, где бьют палками. Я думаю, что вы это не найдете, поэтому вы зря теряете сейчас время. Слушайте, если я не найду вот этого момента, как бьют палкой, я скажу, слушайте, вот этого момента я не нашу. Хорошо, давайте, давайте, давайте. Продолжение следует... Я скажу так, в этом видео конкретно, как бьют палкой, мне не удалось найти. Удалось найти, где толкаются, где выжимают там, где палкой бьют, не удалось. Ну, вот и все. Что и требовалось доказать. Нет, подождите, подождите. Тем не менее, тем не менее, их же разогнали. Где, покажите, где их разгоняют. Все, все, я согласен, да, согласен. Я согласен. Таких моментов, вот таких моментов, мне не хочется превращать... Может быть, и нашел бы. Но вот мне проще согласиться, что да, я не нашел, где палкой. Я тоже так думаю, вам проще согласиться, тем более возможности найти нет этого, потому что это не существует такого. Окей, 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 окей. Вы мне просто скажите, как заканчивались эти митинги и все. Да я понять не имею, как они заканчивались. Я вообще не знал, что эти митинги были. Я просто знаю, что в Украине не позволят мирную демонстрацию забивать палками. Один раз это сделали на Майдане, и к чему это привело? Это больше не повторится в Украине, понимаете? Не повторится. Потому что там не рабы. Не рабы. Про рабство это тоже такое интересное, знаете? Да. Мы не рабы, рабы не мы. Мы не рабы, рабы не мы, да. Да. А кто рабы? Ладно, давайте на этом мы закончим, потому что мы уже с вами почти полчаса говорили уже долго. Мы с вами долго разговаривать. Долго разговаривать. Сами понимаете, сами понимаете. Удачи вам желать мне как-то не пристало. Ваше дело. А я вам желаю найти в следующий раз пути более подготовленным. Да нет, ну подождите, подождите. Вы что, хотите сказать, что вы меня размазали? Я ничего такого не говорил. Нет, нет. Я считаю... Разве... Размазали и так далее. Знаете, меня это вообще не интересует. Достойный собеседник. Достойный собеседник. Вы мне, вы мне дали то, зачем я пришел. Я вам, я вам тоже не смог картинку показать. Ну что, ну значит так, разошлись. Все. Все, да. Ладно. Нажал. Ну ладно, до следующей встречи тогда. Ну, слушайте, я не буду говорить размазал. Я вообще не люблю. Что значит? Я его размазал там. Но он не смог предъявить тех доказательств, на которые ссылался. И вы знаете как? Вот смотрите, я понятия не имел, что там предприниматели, где-то они бастовали. Но я абсолютно достоверно заявил, что такого быть не может. Чтобы мирный митинг в Украине, вот после 14-го года, чтобы он начали разгонять палками, и люди это стерпели. Нет. Нет. Этим Украина и отличается от России. Этим Украина и отличается от России. И слава Украине за это. Субтитры подогнал «Симон»